Привет всем! В общем, залетел я в город Алма-Ата по работе на несколько дней и решил вам заснять, как выглядят постсоветские, бывшие столицы постсоветских стран. Вы можете сравнить потом. Поехали! Так, сейчас поедем в центр, на 79-ом центр Алматы. Поехали! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Улица называется Абай, 39. Это более-менее центр. Хочется отметить дороги, у них просто идеально классные. Мне понравились. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, а в остальном это совок. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Как говорил Орел и Решка в 2013 или 2012 году, когда они тут были, тут везде фонтаны. Такие есть. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, такое, ровненькое, ухоженное. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Молодцы! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Такая, знаете, квартира старой бабушки ухоженная. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА О, это тут классно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И дальше. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это, наверное, очень красиво ночью, когда подсветка идет. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот мне нравятся такие широкие у них проспекты, конечно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В общем, Алматы мне начинает потихоньку нравиться. Как всегда, я делаю поспешные выводы. Вот, пожалуйста, вам велосипеды есть на прокат. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сейчас пойду в центральную площадь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Очень добрые люди, отзывчивые, какие-то яркие такие все. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это так выглядит подземный переход. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Не все так загажено, как у нас. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Красиво. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Музыка играет. Камеры везде стоят. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И какой-то яркий такой город. Мне кажется, Орел и Решка, которые я всегда смотрю, чтобы посетить город на 100 долларов на выходные, они поспешно сделали выводы в сентябре месяце, когда были здесь, в Алма-Ате. Ой, не в сентябре. Ну, в общем, осенью. То ли 12-го, то ли 13-го года. Я пересматривал всегда серии Орла и Решки, перед тем, как попасть в незнакомый город новый. Так вот, они поспешно сделали выводы, что здесь некрасиво. Здесь надо приезжать летом. Конец весны, начало лета. Сегодня у нас 2-ое июня. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Фонтаны, которые издают звуки. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Кстати, вот машинка с правым рулем. Одна на тысячу, наверное, которую я встретил здесь. Вот задумайтесь. Россияне из Приморского края, особенно, из Дальнего Востока. Почему? У вас 99% машин с правым рулем, и у вас страна богаче. А в Казахстане люди беднее. Ну, мое субъективное мнение, сложившееся. И все с левым рулем ездят. Как прописано право дорожного движения. Ну, вернее, по безопасности. Так, это у нас, по-моему, площа республики, или как-то так называется, уже не помню. Ну, площадь, в общем. Сегодня мне повезло с температурой 23 градуса, 22. Целая неделя у них дождей началась с сегодняшнего дня. Классно. Вот так по Савдеповскому, конечно, выглядят эти дома. Мне повстречались вон те ребята, которые сделали мне фоточки со мной. Они с Западной Австралии, где я работал позапрошлой зимой. Классно. Классно, когда все путешествуют, обмениваются опытом. А так вот выглядит, я так понял, у них это дом парламента бывший. Ну, в общем, кто из Казахстана, подписчики есть там. Поправите меня. Не хочу ни в коем случае этим самым нагрубить вам. Монумент Казахстан. Республиканский президент Нур-Сулдан. Ну, и дальше на казахском, я не могу прочитать. О, это, я думаю, все должны догадаться, кто это. Начинается Ингискан, заканчивается. Ну, такая широкая площадь. Тут что-то, наверное, будет очередной строить или торговый центр, или фонтан. Ну, вот вам прекрасная площадь. Выходите, бунтуйте, доказывайте свои права. Куча места. Я думаю, миллион людей поместится. Даже не надо ехать в Астану. Отстаивайте свои права. Вы живете в демократическом государстве. Так, 25 октября 1990 года провозглашен государственный суверенитет Казахстана. То есть, Украина где-то на 3,5 месяца опередила Казахстан по выходу из Савка. Так, я вот это не понял. Вон, Акимат, города Алматы. Как правильно называется это здание? Вот. Не моется асфальт. И мы хотим перейти на дорогу и в другую сторону. И что мы видим? Та-дам! Будяки. Что это такое? Что это такое? Что за позор? Казахи. Мне самому надо выдергивать? Это называется молочай. Такой белый. Выделяется молочко. Так, ладно. Тут закрыт переход. Видно. Пойдем в обход. Меня всегда умиляли вот такие вот вывески. внимание. Вы въезжаете в зону платной парковки. Внимание. Приготовьтесь. Я буду сейчас платить. Ну, в принципе, на одном уровне звучит. Идет облагоражение территории. В центре. Асфальт настолько классный. Вон, кстати, газон новый. Подвезли. Подвезли. Настолько классный, что машин не слышно, когда они подъезжают. Аж страшно. Дай бог, чтобы весь асфальт такой был в Алмате, как здесь. Опять фонтаны. Вот такая водичка красивая. Дветочки. Красиво очень. Ну, это на азиатский манер. Все вокруг одной палатки, в кавычках, делается. Интересно было бы посмотреть, что там на периферии творится. Здесь, конечно, все красиво. Но даже я вам скажу, что в Киеве такой красоты нет. В центр Киева, если вы в Майдан зайдете в метро, все будет обрисовано, заплеванное, вонючее. Киевляне, учитесь. Хоть оно и сделано из сапкового мрамора, плитки мраморной, но очень достойно все. Если честно, никогда не понимал тех людей, которые стремились всегда переехать в Киев. Ну, тех украинцев. В том Киеве нифига нет просто. Андреевский узвоз и крещатик. Все, на этом закончился. Куча мусора, хлама. Скажете, что климат другой? Да, отнюдь. Такой же самый для цветения таких вот растений. Такой вот красоты один в один и в Украине. Поливает вон, моет асфальт. Молодцы. Сейчас меня накроет, наверное, водой. Да, мне фортануло. Пошла водичка. И я как раз отсюда ухожу. Какой воздух тут. Ребята, какой воздух. Просто зеленью пропиты. Таны. И даже вот этот серый мрамор бездушевный советской эпохи не портит вида. Ням-ням. Возле этого дома парламента перестилают асфальт. Дай бог, чтобы эта крошка поехала не кому-то на дачу чиновника, а в отдаленные районы, где действительно есть ямы. И надо их латать. Хотя бы латать. Хочется верить в лучшее. Мне почему-то такие здания напоминают служебный роман-фирм. Это вообще жизнь. Так, пойдем туда. А вот наш президент Голобородько приезжает на таком велосипеде, лисопеде, как он показывал у себя в сериале «Слуга народа». И люди поверили. Искренне. Ладно, не буду стебаться. Липа. Тут даже липа растет. Обалдеет. Помню, у меня мама заставляла в детстве липу рвать. Чай либо выделать зимой. Нарвешь два мешка, а зимой заварят три чашки и все. Зато два дня летом убил, чтобы нарвать это чудо. на стойку. Так, вот так работает. А, это фонтаны чистят. Ничего себе. Ну вот это, конечно, дичь средневековья. Руками драйвить. Да. Представляете себе канадцев такие драйвить руками. неужели нельзя купить машинку, которая просто выдрает. Это даже под вакуумом, под давлением. Еще хочу вам показать вот машины без единой георгиевской ленточки. Смотрите, нигде георгиевской ленточки нету. Потому что это только в России отмечает 9 мая с символом нацизма георгиевской ленточки. Напомню, читайте историю про русско-освободительную армию, армию Власова. И да, открывайте россияне свои паспорта и на первой странице попытайтесь найти слово национальность. Я ничего против не имею. Но слово гражданство и национальность отличаются кардинально. Казахи это есть национальность. Ну вот, стоило отойти где-то полкилометра вниз от самого главного здания Алматы и вот уже сорняки пошли. Травка неподстриженная, не очень ухоженная. Но все равно симпатично выглядит. Это, наверное, болезнь всех постсоветских стран. Почему в Канаде, почему в Америке, в Европе? Куда бы ты не заехал в отдаленный, не отдаленный район города, везде будет одинаковая картина. Здесь же Украина, кстати, тоже еще под таким влиянием постсоветской системы. Такое чувство, что я где-то в Днепродыжинске хожу. Я так понял, я приехал в самый разгар президентских выборов. Можете посмотреть кандидатов всех. 9 июня, через неделю будут выборы. Так что смотрим, думаем, голосуем. Думайте, как у нас в Украине. Не, ну что это такое? Что это за собок? В центре города. Как по мне, чем жить в таких квартирах, лучше уже жить, ночевать на таком вот асфальте. Он просто идеальный. О, коровка. Пять-десять партии. От фермера. Пять-десять партии. Так, пока мне горит красный, могу снимать ватрубе. Пять-десять партии. Ой-ой-ой. Чуть-чуть аварии не было. Сейчас начнется подрезание. Та-дам. Вон, посополнился. Магазин обуван. Так, погнали. Вот таких вот ресторанов, заведений не хватает в Владивостоку, в Приморском крае. Я уверен, то же самое и в Хабаровске. Вот таких вот улочек. Такого вот мелкого всего, но такого вычурного. Контраст, конечно, он большой. Такие рестораны, кафе и сразу такая опачка. Сталинка. Это пленные немцы строили эти дома. Двух-трехэтажные. Клупа твой обвес. В инфинити. Кому надо курс валют. Доллары и евро. На 2 июня 2019 года. В общем, я взял, вздуру снял 12 тысяч тенге в аэропорту. Это 42 доллара канадских. Я уже два раза хорошо поел. Причем в таких заведениях в центре. Купил кучу шоколадок. Конфет на подарки. Там три коробки конфет, шоколадки, сырки всякие. Я не знаю. Я уже потратил, отложил деньги назад на возврат. Все равно осталось половина. Что с ними делать, я не знаю. Блин, надо было меньше снимать. Надо искать что-то купить. Ну, хочется купить такое. Именно местного производства. Кофе Хана. Уже кофе столько напился. Короче, тут фонтанов просто тьма тьмущая. Целый город фонтанов. Вот сзади меня. Вот если я сейчас пойду, вон туда вниз, там тоже куча фонтанов. Розы, фонтаны. Просто бомбезная. Мне нравится. Ну и плюс погода, мне повезло. А позади меня это казахстанско-британский технический университет. Подойдем ближе к фонтанам. Посмотрим, насколько они отличаются. Блин, они вон там. Они, походу, везде эти фонтаны. А запахи какие, это не передать просто. И не чувствую, что ты где-то живешь в какой-то центральной Азии, где пустыни, а вон горы видно сзади. Но в горы я уже не поеду сегодня. Так. Так. Там что-то менты делали, полицейские, я так и не понял. Ну очень классно, мне очень понравилось. В Алма-Ате. Центр. Всякие ярмарки вон. Это обычный день, воскресенье. Вот такую я хочу лавочку. Ха-ха-ха. 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 Не знаю, стоя спать можно. Ха-ха-ха. Хочу заметить очень много кафе. Вот таких вот выносных. Маленьких. Кофейн очень много. Одна на другой. Там на переписке может быть 5-6 штук. Ну так классно. Как будто в Европе. Красавчик. У меня очень нравится. Молодцы. Молодцы. В следующий год. Молодцы. 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 также отмечено очень зеленый город столько насаждений я думал приеду тут увижу вообще тихий ужас какую-то пустыню нет вообще я хочу еще раз приехать сюда только на подольше он кушает приятного аппетита о соловей очень все круто сделано классно и причем я иду там можно идти идти вот это аллеи тут пешеходные зоны по моим прикидом километр мы прошли еще впереди пару километров три километра обалдеть и везде кафе 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 большие умнички стараются вот так вот выглядит нацбанк республики казахстан алматинский городской филиал вот так себе аллея будет покраше о это наверно троянский конь хочу отметить что казахи процентов на 70 все что я слышу разговаривает на казахе и это очень хорошо потому что вот для украинцев пример берите разговаривайте на украинский мови и надавиться на коготь разбить видно справу метрополитен хочу заметить что казахи выглядят очень спортивно не курят не пью умнички вообще нет ни бомжей всяких никаких то притонов и все таки на велосипедах катаются там с детками он сейчас даже будем проходить площадку все такие за здоровый образ жизни мне приятно удивил казахстан но вернее город алмата такое непонятное впечатление если честно вроде все такое совковая но в то же время они стараются показать что они про европейской направленности или взгляда люди ой надо бежать быстрее быстрее вот познательно я увидели какой-то алкаша вызвали полицейских и вот люди жалуются уберите его дети смотрят и все на как за казахском они общаются а у нас блин надо ограничивать русский язык не надо конечно надо вы живете в украине тем кто в танке я уже объяснял почему я на русском виду влог потому что чтобы россияне понимали также потому что когда я приморском крае перехожу на чистый украинский язык они нифига не понимают вообще ноль полный не то что там рядом даже 0 а если я перехожу на такие еще специфические украинские слова это они если там понимали 10 процентов 20 то просто ноль полный красивая молодежь ухоженная надетая нигде я матов не слышу все цивильно так опрятно так я уже жду автобус наверное минут 10 посмотрим это мой или не мой в аэропорте 79 мой ну замечательно все быстро будет и а в и и и и Хочу заметить, здесь интернет, регистрируется очень легко, нет этой дичи средневековья, как в России надо везде паспорт, надо номера телефонов, смс-ки, звонки, чтобы подключиться. Я только что шел, автоматически подключился к чему-то, и у меня начали приходить сообщения, где-то уловила бесплатную Wi-Fi-сеть, но Россия это просто тоталитарная держава, это да. Только что общался с девушкой, очень симпатичной, красивой, она рассказала, что Алмата за последних 5-6 лет очень сильно, кардинально поменялась в лучшую сторону, особенно Криман, говорит, изменился, стал более прохладным таким, больше дождей стало выпадать, озеленение, так что тот Орел и Решка, который в 12-13 году снимался здесь, это уже старый материал отработанный, надо приезжать по-новому снимать. Очень классный город, мне понравился, зелень и просто космос, смотрите, везде зелень. просто бомбезно, я уже не знаю, какие слова подобрать, по-английски разве что. Все, уже подходим к аэропорту и полетели. Такая же красота здесь, в аэропорту Алматы. Надеюсь, что за последний год. С flips. Продолжение следует...